здравствуйте в студии олег хилл с выпуском самых актуальных новостей великобритании на начало недели на понедельник 3 октября да уже октябрь вот так быстро летит время не так давно мы перевернули лист календаря вот и 3 октября начнем мы как обычно с просмотра первых страниц британских газет которые сегодня пестрят разговорами о восстании консерваторов поскольку канцлер готовится защищать экономические планы правительства на партийной конференции тори в бирмингеме сегодня давайте посмотрим что они пишут газета daily telegraph с нее мы начнем премьер-министр должен отложить голосование по отмене налоговой ставки в 45 пенсов из-за растущего протеста депутатов консерваторов после этого предложения именно об этом сообщает daily telegraph согласно газете со ссылкой на источники правительстве лист раз не будет просить депутатов одобрить снижение налогов пока не не увидят как оно будет финансироваться в среднесрочном плане канцлера на 23 ноября эта мера была изложена в мини бюджет который был опубликован в прошлую пятницу что вызвало рыночные потрясения в очередной раз и привело к резкому падению стоимости фунта газета метро пишет о критике мини бюджета бывшим министром кабинета министров майклом головом бывший секретарь по повышению уровня жизни назвал менее бюджет не консервативным и раскритиковал ряд ошибок в плане госпожи трасс по росту экономики за счет увеличения объема государственного долга господину голову присоединился его бывший коллега по кабинету министров гранд шапс который тоже раскритиковал планы премьер-министра по сокращению налогов в статье для газеты таймс которую мы сейчас видим на экране бывший министр транспорта заявил что правительству не следует делать такие большие подарки для тех кто меньше всего нуждается отражая более широкий уровень гнева внутри рядов консерваторов газета ай выбирает заголовок для себя тори восстают против дерзкого премьер-министра газета сообщает что госпожа трасс сталкивается с растущим недовольством среди депутатов и депутаты повстанцы считают что они могут заявить правительство развернуть свои планы по снижению налогов на 45 пенсов придерживаясь аналогичного тона газета guardian сообщает что некоторые депутаты угрожают тотальным восстанием просто на фоне опасений что тори могут снова стать известными как партия противников правительства несмотря на то что премьер-министр проявляет угрозение совести из-за того как именно был получен мини бюджет его канцлер остается непокорным в газете говорится что квасик картинг сегодня пообещает держать курс курс того что он называет разумным заслуживающим доверия планом но daily mail которую мы сейчас видим на экране вместо этого сосредотачивается на том что газета называет консервативной реакцией на разорение господином говом в мини бюджете газете говорится что господин гов использовал серию появлений на карты на партийной конференции для того чтобы разжечь гнев по поводу плана правительства отменить максимальную налоговую ставку в 45 пенсов газета цитирует слова одного из высокопоставленных консерваторов да разве ему недостаточно избавиться от одного только премьер-министра ему нужно все остальное конец трасс можно так перевести этот заголовок на обложке daily mirror в которой цитируется вердикт осуждающий бывшего министра кабинета министров нового лидера на посту премьер-министра какая-то тавтология просто в газете написано но приходится министры с министрами погоняют других министров госпожа трасс будет свергнута к рождеству если она не отменит запланированное снижение налогов для богачей об этом сообщил источник для газеты газета daily express в своей главной статье посвящает свою главную статью посвящают клятве господина квартинга держать курс в своем экономическом плане газета сообщает что канцлер сообщит на конференции консервативной партии сегодня днем что правительство железно привержена фискальной дисциплине в попытке подвести черту под рыночными потрясениями которые были на прошлой неделе квартинг бросает вызов растущему восстанию тори защищая снижение налогов именно так пишет financial times по поводу той же истории несколько депутатов консерваторов заявили газете что не поддержит экономический план премьер-министра и он потерпит поражение в палате общин если правительство не сделает полный разворот газета sun отвлекается от финансов и сообщает о появлении мэлани би на конференции консерваторов организованной газеты и организации women's aid бывшая spice girl призвала к большой поддержке жертв домашнего насилия сколько еще их должно умереть именно такой заголовок газеты про мэл би мы узнаем дальше выпуски ну и наконец на первой полосе газеты daily star есть изображение гигантского гамбургера который сопровождается заголовком happy meal в газете говорится что fast food оказывается может помочь предотвратить депрессию и вот эта информация ссылается на маловероятный вывод нового исследования британских ученых то есть то что они там на придумывали что бургеры помогают от депрессии это но это не точно как говорит какой-то один популярный блогер ну что ж на этом с газетами по окончено давайте посмотрим что внутри газет в нашем дальнейшем выпуске не переключайтесь пока готовился выпуск оказывается министр финансов кваси квартинг которого вы видите на этой фотографии подтвердил что правительство отказывается от планов по сокращению налогов на один процент для самых богатых после того как получена была резкая реакция со стороны депутатов консерваторов господин квартинг сказал ну по крайней мере написал в твиттере что эта мера стала отвлечением его от возражений против роста экономики он сказал мы поняли мы вас услышали политика снижения подоходного налога на 45 пенсов была одной из серии которая вызвала суматоху на рынках в последнюю неделю когда фунт достиг рекордно низкого уровня по отношению к доллару план был объявлен объявлен в мини бюджете в прошлой на прошлой неделе в пятницу но прежде чем он мог быть одобрен ему пришлось бы провести голосование фунт сегодня ночью вырос в ходе торгов когда появились сообщения о том что правительство все-таки откажется от решения снизить налоговую ставку в 45 пенсов смотрите как он быстро переобулся можно так это прокомментировать новый анализ показал что цены на продукту могут вырасти в целом на полтора миллиарда фунтов из-за роста стоимости углекислого газа на целых три тысячи процентов согласно исследованию которое было проведено управлением по энергетике и климату британский сектор продуктов питания и напитков может в конечном итоге оплатить гигантский дополнительный счет за жидкий co2 углекислый газ если цены на этот газ останутся высокими этот газ используется во многих отраслях но особенно в продуктах питания и напитках в том числе при забое свиней и кур а также добавление газа в пиво и безалкогольные напитки ну и для изготовления безопасной упаковки пищевых продуктов безудержная инфляция на фоне кризиса стоимости жизни привела к прекращению производства углекислого газа не в результате чего отрасли промышленности начали зависеть от газа который опять же пострадал из-за тяжелой ситуации в мире коммерческие цены на энергоносители по всей стране также резко выросли за последний год поскольку война в украине привела к увеличению всех этих затрат да газ бывает не только тот который поставляет где-то россия но и co2 которого тоже как оказалось не хватает беда не приходит одна поставки рождественских индеек могут оказаться под угрозой если продолжится распространение самой серьезной вспышки птичьего гриппа в истории великобритании об этом предупредил национальный союз фермеров к настоящему времени пришлось забить более трех миллионов птиц при этом зоны профилактики птичьего гриппа были введены в норфолке сафолке в некоторых частях эссекса и на всем юго-западе англии птичий грипп был обнаружен в ста пятидесяти пяти местах по всей великобритании в то время как популяция диких птиц серьезно пострадала птицеводы все больше беспокоиться о своем домашнем скоте и о том могут ли быть затронуты поставки рождественских индеек то есть они все-таки беспокоятся за свою прибыль берегите себя от птичьего гриппа следующая новость может вас пока покорежить покоробить не знаю она может вам не понравится если вы завтракаете или обедаете в тот момент когда смотрите лучше перемотайте эту новость но для тех кто терпеливый могу рассказать что молодая женщина была арестована через два дня после того как облила человеческими фекалиями и мочой статую капитана тома в деревне южного дербишира мэдди бат 21-летняя валийка приехала в хаттон для того чтобы провести свой нетрадиционный грязный протест в пятницу 30 сентября это произошло на тисле мэдоу недалеко от железнодорожной станции в татбери и хаттон в рамках акции против в рамках акции протеста против экологического ущерба которые приносят частные самолеты то есть вот настолько все сложно у этих экоактивистов говоря о своем протесте в пятницу мат бывшая студентка медик сказала люди скажут что он герой люди скажут что это глубокое непристойное неуважение к его жизни к нхс за которые он вступался и я согласна я училась на врача потому что верю в заботу о людях и если мы верим что нхс важен если мы верим заботу друг о друге если мы верим что работники нхс выполняют важную работу то почему наша система здравоохранения в коллапсе почему мы довели нашу цивилизацию до коллапса почему практически никто всерьез не воспринимает этот геноцид всего человечества все это правда и правительство даже не остановит британские частные самолеты когда когда они вылетают практически каждый день и говоря заявив вот сделав это заявление она вылила ведро вот с этим ну не ведро там какую-то канистру все это вылила на памятник господина мура сэра капитана тома мура потому что он выступал как раз за защиту нхс что можно сказать слова то может быть у нее и правильные но выходка на мой взгляд безобразная как не культурно государственный советник по проведению школах по поведению простите в школах призвала директоров школ бороться с вейпингом среди учеников назвав это огромной опасностью для здоровья и чрезвычайным отвлечением внимания на фоне сообщений о том что все больше детей используют вот эти вейпы эти устройства в том числе их используют дети младшего школьного возраста том беннет сказал что вейпинг теперь стал такой же большой проблемой в школах как когда-либо были сигареты и дети становятся зависимыми от этой практике и привычки и особенно вызывают зависимость связанных с курением химических веществ он признал признал руководителей школ конфисковывать запрещенные предметы вейпы установить четкие санкции и следовать этим правилам без исключения да действительно очень много людей сейчас перешли на эти электронные сигареты и их продают практически везде хотя детям их продавать запрещено да будут погибать молодыми если будут продолжать курить а вот бывшая участница спайс геол мэлани браун мэлани би рассказала на конференции консервативной партии о своих опасениях что массовая проблема домашнего насилия соскользнет с повестки дня в эти времена абсолютного экономического хаоса то есть все просто забудут о том что есть домашнее насилие певица известная миллионам как мэл би выступила на собрании организованном газетой sun и women's aid патроном которой она стала в 2018 году после разрыва отношений которые она назвала оскорбительными нам нужно реформировать все суды полицию даже врачей общей практики даже людей в вашей рабочей среде отдел кадров вам нужно иметь безопасное место куда вы можете пойти безо всякого стыда и сделать предупреждающие знаки сказала браун которая назначена главной за услуги благотворительным организациям и всяким уязвимым женщинам ну что можно сказать я-то помню ее еще вот такой я надеюсь вы тоже если вы помните такой такой она вам нравилась поставьте лайк но после таких слов после таких серьезных заявлений уже не скажешь что это как и остальные олд спайс теперь она действительно осталась спайс геолс ну или как ее называли скерри спайс страшная специя да прохожий отправился на прогулку по валийскому пляжу и был потрясен когда наткнулся на чистейший кокаин в упаковках стоимостью как потом выяснилось около 90 миллионов фунтов именно эти упаковки как вы видите были выброшены на берег человек пожелавший остаться анонимным ну неудивительно прогуливался по побережью тауны болч недалеко от а беру из цвета а беру из цвета в западном уэльсе когда обнаружил вот эти вот упаковки звучит как что-либо из фильмов гая ричи наверное да и при ближайшем рассмотрении но он заметил он сначала подумал что это какое-то морское животное выброшенное на берег но когда подошел поближе разглядел что это совсем уж не морское животное а груда черных мешков которые соединены вместе с пустыми пластиковыми банками ну которые используются в качестве таких поплавков чтобы все это не утонуло ну так как он сразу понял что это было в любом случае один из тех людей которые были недалеко тоже решили позвонить полицию для того чтобы быть уверенными что они делают все правильно ну деталь которая была которая дала ключ к разгадке груза внутри заключалась в том что эти блоки предположительно содержащие кокаин были помечены модным словом диор посмотрите вот такие вот такие упаковочки диор если вам попадутся это не мыло и это не стиральный порошок будьте осторожны в любом случае вот эти вот люди которые нашли этот кокаин поступили правильно как пишет полиция они молодцы что позвонили властям как бы не было заманчиво сохранить один из таких кирпичей быстро заработать немного денег вы можете заработать явно не деньги одно из двух или пулю в лоб или будете арестованы пулю вам отправят конечно не полиция а владельцы вот этого вот кокаина полиция узнав о том что вы оставили себе такой брикетик тоже будет несчастливы и будете рассказывать об этом только своим сокамерником в ближайшее время так что будьте осторожны с такими находками на британских побережьях ожидается что города ливерпуль и гласго в течение нескольких ближайших дней узнают в котором из них все-таки пройдет песенный конкурс евровидения в следующем году и который город продемонстрирует уникальное зрелище от имени украины как вы помните украине отказали в связи с ситуацией которая там идет здесь войной отказали в проведении евровидения ну и британия взяла на себя вот эту вот почетную как они думают обязанность провести фестиваль евровидения оба города на прошлой неделе принимали членов подборочной комиссии которые в последний раз боролись за так называемый приз который был бы экономическим и туристическим эквивалентом эквивалентом двойных очков заранее ни один из городов не раскрывает сколько они потратят на евровидение детали являются конфиденциальными с коммерческой точки зрения но предыдущие мероприятия стоили от 8 с половиной до 21 миллиона фунтов в зависимости от местоположения и амбиций властей город в баку в азербайджане предположим потратил невероятных 48 миллионов фунтов на строительство площадки для проведения ежегодного фестиваля евровидения в 2012 году немало я бы так сказал немало денег они потратили ну что ж теперь давайте перейдем к погоде вы наверное удивлены почему погоду читаю я не игорь павлов игорь павлов мне позвонил и сказал что он после вот этой вечеринки стендапа в саут-хэмптон у него сломалась машина ему пришлось ночевать где-то в поле прямо в этой машине он позвонил и сказал что не сможет записать выпуск погоды и возложил эту почетную обязанность на меня у меня все просто у меня 17 12 градусов как вы видите сегодня днем будет 16 17 где-то может быть градусов точно к вечеру погода будет хуже дождя сегодня не будет дождь судя по всему будет завтра это небольшое сегодня будет пасмурно-солнечная погода приблизительно по районам я не знаю у кого как скорее всего где-нибудь будет дождь скорее всего где-нибудь будет ветер но в целом погода неплохая осенняя ждем в любом случае уже нового года там уж снова солнышко снова лето на этом я с вами прощаюсь студии был олег хилл и я увижусь с вами в следующем выпуске всего вам доброго желаю вам прекрасного настроения и хорошего дня до свидания в следующем выпуске в следующем выпуске в следующем выпуске Продолжение следует...